Дай почитать Итак, книги «Египетская богиня», «Сокровище королевы», «Римский орел», «Повелитель ацтеков», «Закон викинга», «Герой Лондона» рассказывает о настоящей дружбе и невероятных приключениях Тофера и элегантной кошечки Ка. Первая серия «Египетская богиня» знакомит читателя с обычным мальчиком Тофером. Он живет с отцом, у них непростые отношения, и ведь они каждый по-своему переживают большое горе – недавнюю гибель мамы Тофера. Может быть, поэтому в книге не так много, как хотелось бы, приключений и стремительного движения сюжета. Много внимания уделено внутреннему психологическому состоянию мальчика, которому невероятно одиноко и трудно. Юные читатели так привыкли к бесконечным умопомрачительным сюжетам, что разучились видеть в книге не только фикшн, но и человеческую составляющую, более интересную и занимательную, чем самые невероятные авантюрно-приключенческие перипетии. Итак, мама Тофера была египтологом и привезла сына из Египта каменную статуэтку кошки. И представьте, однажды мальчик увидел точно такую же кошку, но живую, а ее лоб украшает ангх – древний символ египтян, обозначающий вечную жизнь или жизнь после смерти. Тофер то оставляет у себя кошку, то прогоняет ее, то пытается разгадать мистическую связь между каменной и живой кошками. Наконец осознает, что привязался к животному и полюбил навсегда. Поэтому и отправляется в опасное путешествие во времени. Не для того, чтобы узнать и поведать читателю какие-то познавательные факты про древнюю египетскую культуру, а для того, чтобы спасти Ка, которой суждено быть принесенной в жертву богини. Тофер рискует собственной жизнью ради кошки, а поможет им спастись верховная жрица, которая там, в далеком древнем Египте, в далекие времена оказалась мамой Тофера. Предупреждаю, что книга «Египетская богиня» прежде всего об одиночестве, дружбе, любви, преданности и только потом о невероятных приключениях во времени 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское 65 и Ленина 103А. До новых встреч! Дай почитать!